друзья приветствую давно не был в эфире длительный был перерыв но ничего будем втягиваться вновь и начнем с блога поехали много разных событий происходило с начала сезона и одно из началось с того что в определенный момент меня укусила оса в глаз вот я таким якутом на этим каким-то вот ходил фотку прикреплю очень даже здорово вот ну и следующий момент подготавливал землю вот сзади меня получается это южная часть участка и с южной стороны здесь задувают такие приличные ветра и наконец-таки вот ну все надоело в этом плане и буду делать изгородь такую вот капитальную будем высаживать порядка 600 растений и вот оттуда под будем высаживать вот отсюда и пошло поехало вот так вот вот до сих пор что буду сажать если бы конечно было понимание вот как сегодня как нужно сажать как это все дело делать то конечно же уже здесь была бы такая стена ну собственно говоря вот можно посмотреть вот на вот такой вот лесочек и это собственно говоря такой пример как это могло бы выглядеть но и сделать можно гораздо лучше то есть что будем высаживать значит это акация обязательно глядича это будет первый как бы ряд такой от ветровых нагрузок и за ним будем высаживать уже клен дубы кедры тополя скорее всего что еще не назвал рябина а как же без бояршника ну как конечно же еще его забыл сейчас покажу момент вот один как можно сажать сейчас вот самое время чтобы не заморачиваться то есть покажем прям покажу простой способ то есть вот уже видно как акация дала семечки косточки и сейчас вместе где я не планировал копать лунки и все такое вот просто пробежимся и прям в траву засыпем местами из скорее всего с вероятностью там процентов 60 70 они взойдут то есть вот таким вот образом просто раскидываю землю на землю вот так вот и будем надеяться чтоб зайдут сейчас подойду к баре бояршник у дикому тоже который я не сажал но он довольно таки очень хорошо вырос и вот такие вот плоды как сажается очень просто берем куда вот скидаем съедаем мякоть и кидаем на землю и вот так вот ножкой можно притоптать и вот так вот сделки и вот так вот идешь когда куда-нибудь хочется перекусить что-то съедаешь и закапываешь ничего сложного но зато потом будет очень приятно наблюдать как вокруг тебя все зеленое и прекрасно с начала сезона вот работала техника ходил трактор с плугом мы тут выкорчевывали чуть здесь только не было ну в основном здесь такой был закоренелый виноград и терновник кстати терновник тоже такая такой вид сливы которые тоже можно таким же методом сажать как вот я показал с бояршником но он и так сам по себе неплохо там размножается через корневую поэтому так а так работала техника мы здесь все вспахивали потом этими воронили в общем ну подготавливали грунт как раз вот к осени чтобы навести здесь вот как говорится полный порядок так что будем заниматься вот этим вот делом упахаемся посадим приличное количество деревьев ну и через какое-то время будем ходить и кайфовы теперь по поводу моей кедровой 1000 перезимовали вообще они довольно таки хорошо выпад составил порядка 5 деревьев и в течение сезона где-то выпало тоже наверно штучек 5 поэтому это очень хороший результат с учетом того что вот они в горшках и надо очень пристально следить за поливом ну вроде как справились вот такие вот шикарные уже кедры и в этом сезоне по плану высаживать их уже в открытый грунт и работы чувствуется будет очень много но им уже пора то есть они активно растут и кстати отдельно хочется сказать вообще про в этом сезоне про прирост хвойных и вот все наши местные ребята отметили что прирост был очень большой то есть некоторые саженцы дали до 40 сантиметров прироста то есть это прям очень много для вот этих вот ребят но будем надеяться что в следующем сезоне он будет не меньше ну а что рядом с моими любимыми кедрами конечно же малинка и в этом сезоне она конечно очень порадовала и деложу пару фоток то есть как я собирал вот сейчас даже есть еще очень много можно собирать но я уже ее так немножко запустил то что рук не хватает немножко ветер ее потрепал надо было подвязать ну как бы сезон уже закрывается поэтому я не заморачиваюсь вот 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 так все собираю по чуть-чуть на стаканчик можно собрать и прям получить невероятное удовольствие от малинки сейчас секунду вот великолепно мы тут сегодня тоже клубнику собирали в одном месте потому что в том месте где у меня росла клубника она уже ну я знал что она переедет с этого места но соскучились и вот сегодня клубнику поели это прям вообще было тоже что-то чем-то и малина тоже такой кайф то есть вот делать все обязательно шпалеру ролик можно будет посмотреть собирался идти вниз по участку и вспомнил что вот такие вот то ли птички принесли то ли ветром принесло но скорее все ветром потому что вот акация рядышком сдувает семена и на участке начинает она вот прям очень активно расти и вот это вот вся акация которая вот таким вот образом посажена бесконтрольно то есть она будет пересажена как раз вот туда но это вот буду делать когда дерево уснет поэтому вот такой момент то что акация очень быстро разрастается по земле если вот ей дать волю корням потом искоренить ее будет практически невозможно то есть вот с этим надо быть поосторожнее и вовремя пресекать такие моменты и пересадить вот именно чтобы она была по периметру а внутри участка чтобы были те культуры которые вам больше нравятся мы идем дальше и сейчас прохожу свои тоже одни из любимых тополей красный deep purple tower пирамидальный тополь но сейчас покажу как как тополь может расти если его прям вот очень активно поливать и вот сейчас дойду до соседа покажу как может выглядеть вот эти вот прекрасные тополя которые уже улетели где-то на 4 метра ну и в следующем сезоне они уже улетят очень высоко прирост составляет их примерно где-то ну до двух метров в сезон и чем старше дерево тем больше она делает прирост этому тополю повезло больше всего он находится рядом с источником воды и поэтому вот такой вот пышный красавец просто он догнал мои и стал таким пышным просто красавец а вот рядышком вот и сравнили захожу в плодовый сад и здесь ну все мое любимое здесь яблочки нектарины инжир шелковица персики нектарины хурма голубика наша любимая что еще абрикосы сливы миндаль лесной орех муж мула и фейхо и даже что-то еще может быть что-то пропустил но не важно и покажу кое-какие фотографии что уже плодоносила потому что это вот невероятное удовольствие когда сад начинает отдавать это прям вот то что тебя мотивирует что ну то есть ты вот чувствуешь вот это что не зря поливал полол там старался вот это все время тратил и это очень здорово это вот чувство которое такой дорогой дофамин скажем так очень дорогой дофамин поэтому когда вот ты начинаешь получать ну прям как-то на душе становится прям очень тепло что еще хотелось бы сказать про сад что важно следить за состоянием деревьев потому что от этого зависит рост и вот если бы не зайцы потому что вот тот урон который они наносят они как бы в определенный момент могут и пользу принести но чаще всего как вот мне кажется в процентах наверное 60 70 это вот все-таки урон съедают кору особенно в зимние периоды времени и отдельно за сниму ролик как можно вот вот это вот все дело починить чтобы дерево было легко дальше расти и она тебя радовала своими сочными вкуснейшими плодами не помню говорил что это шелковица или нет было чуть-чуть в этом сезоне недалеко от сада изгородь и вот просто вот пройдусь чтобы показать примерно какие уже здесь и плодовые и обычные деревья в общем вот уже вот такой вот размерах и это прям очень круто уже не видно сверху что на что происходит внизу в изгороде много плодовых деревьев высажена это слива алыча черешня вишня что еще груши вроде все из такого есть еще и другие но они пока не плодоносят и я них не говорю вот но все растет все прям такое зелененькое зеленые массы становится с каждым годом все больше и больше это прям очень круто поэтому сажать деревья очень важно про голубику наверное хотелось бы отдельно просто сказать что вот в этом сезоне этот куст был атакован муравьями они поселились я их тут выкуривал и вот конкретно этот куст дал мало плодов но спасибо на этом учета дал и но зато у него самый большой прирост то есть вот другие кустики не такой дали прирост но по плодам они прям превзошли все ожидания то есть и кстати вот ну ролик который снимал я так и не определился то есть где как бы лучший прирост потому что те саженцы которые мы я высаживал вот бочки можно посмотреть тоже очень хорошо себя чувствуют и было прям по ягодам тоже я прям на ел ну еще конечно хотелось бы больше но я думаю следующем сезоне будет еще больше здесь вообще такая зависимость что каждый год всего становится больше 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 а еще хотел показать отдельно вот брусника и клюковка тоже вот растет очень много можно добавлять в разные штуки очень вкусно также буквально недавно наконец-таки залили фундамент под теплицу по метла и дру это будет отдельный материал вообще проект очень интересный не только потому что и такие особые теплицы но еще то что я там буду применять технологию плазменной воды ну назовем это так не технологию плазменной воды а ну да то есть выращивание с использованием плазменной воды это наверное эволюция в плане выращивания вообще всех культур будет на участке всю конспирологию не буду рассказывать заранее будем показывать на конкретных примерах вот отсюда все это дело начнется так что обязательно подписывайся чтобы не пропустить по огороду что сажал что не сажал и здесь в принципе все стабильно стабильно дыни арбузы ну и тыквы до кабачки не сажал сажал что захотелось вот можно видеть какое количество еще лежит огромное количество дынь вот этот сорт темрючаночка ну а этот всем известный эфиопка так что здесь все стабильно у меня магазин не ходим ничего не покупаем питаемся своим вот такой вот объем немножко про арбузы в этом сезоне ну и вообще про продукцию которую продают там вот близ ближайших станицах на рынках хочется отметить что ну фермеры не дремлят и вот странная ситуация получается вот выращиваешь свое и после поедания ничего не болит все вот все замечательно за этот сезон я где-то купил ну пока свои росли где-то 3-4 арбуза и ни одной дыни кстати вот дыни только исключительно свои и вот во все разы после употребления этих арбузов было такое вот непонятное состояние то есть болел немного живот это длится порядка где-то наверное 15-20 минут потом отпускает и вот такая вот история ну бывают случаи когда о данной продукции люди умирают это как бы тоже не новость и и скажем так гарантия твоей безопасности это выращивание своего продукта здесь у меня дегустационный стол тоже навесик сделали в этом сезоне чтобы здесь пробовать что вырасти вот прекрасная дыня это темрючаночка ну фиопка не нуждается в представлении очень крутая арбузы все лежит в общем получали удовольствие теперь постройки очень много дел очень я не успеваю ничего сделать что хотелось бы вот сейчас в спешке в усиленном таком режиме делаем там чердачное перекрытие делаем надо быстро накрыть крышей с внешней там отделкой фасада когда проще вот но крышу надо вот быстренько сделать тоже отдельный материал буду снимать по сборке каркасника делаю как бы сам с помощниками так что вот тоже подписывайся не пропусти будет наверное интересно полезно когда-то здесь была клубника но я думаю найдем ей местечко и тоже здесь делаем второй контейнер фундамент и поэтому клубнички нету в начале сезона один раз покушали и на этом все вот так же делали тут склад складское помещение огромные стеллажи чтобы все свое барахло общем разместить это получилось сделать свет не буду включать ну и туда тоже не пойду всякая в общем утварь которая необходимо при строительстве обслуживание сада и всего такого так что здесь все хотел отдельно отметить что вот строительное настроение когда уже вокруг него такие большие деревья это прям очень круто потому что ну я прям вижу как вот это вот помещение которые здесь будут прям вписываются вот в этот вот ансамбль деревьев тут и хвои много и за мной боярышник вкусный так что так что в общем все здесь так это прикольно ложится мое любимое место вот на участке пока здесь прям очень не тут хорошо и спокойно наверное потому что вот этого товарища когда сажал ком был порядка 70 килограмм почему посадил вернее сажая сорвал спину лежал здесь где-то минут 15-20 смотрел на небо и думал ну все приехали вот ну потом конечно до 2 недели походил все зажило но товарищ видимо помнит и дает хороший прирост и радует очень круто вечно зеленая крутая хвоя так и моя больная тема это экзотика теплицы по экзотике проект заморожен но и определенный срок ровно до того момент пока я не разберусь со всем остальным поэтому поэтому растение прекрасно себя чувствует вполне возможно что в следующем сезоне мы как-то начнем это тоже дело делать вот просто просто надо делать основное потом браться уже за экзотику и останется вот тебе только показать получается сейчас саженцы которые мы сегодня тоже там пересаживали в текстильные горшки потому что уже корням некуда развиваться и нужен больший объем заодно в некоторые саженцы добавили микоризу а какие-то нет чтобы сравнить вот динамику следующего роста вот просто ради эксперимента сегодня пересаживали вот это вот прекрасную экзотику чего здесь только нет с нетерпением жду того момента когда она поселится вот в свою экзотическую теплицу будет радовать своими экзотическими плодами и напоследок друзья хотелось бы сказать что есть такая организация некоммерческая организация родной лес у которой мечта высадить 150 миллионов деревьев ты можешь оставить заявку на сайте и тебе абсолютно бесплатно пришлют саженцы которые ты выберешь и которые есть в наличии единственное нужно будет оплатить только доставку все ссылки будут в описании вместе сохраним природу увидимся пока а